То, о чём мы пели сегодня, мы обратимся к Слову. Мы обратимся к Слову. Ну и сегодня мы будем читать первое послание к Коринфянам. Дальше у нас сегодня впереди пятая глава. Так вот, идём мы последовательно по первому посланию к Коринфянам. Уже какое-то время я так проповедую. Ну и вижу в этом для нас, для народа Божьего, для Церкви Божьей определённую пользу. А пользу какую? Пользу такую, что мы имеем возможность, когда мы идём методично по книге, по тексту, мы можем ознакомиться со всей полнотой того, что Бог открывает. Вы знаете, когда каких-то авторов печатают, ну произведения каких-то писателей, может быть, печатают обычно в двух вариантах. Есть вариант «избранная». Это какие-то вот, ну скажем так, самые такие вот топовые произведения. В томике собирают вот избранное. Избранное такого-то автора или избранное другого автора. А есть вариант «полное собрание сочинений». Это вот когда «от» и «до». И вот я хотел бы, ну так, как говорится, пользуясь случаем, напомнить нам, друзьям моим, что у нас вообще вот в руках у нас полное собрание сочинений. Иногда, когда вот, ну, мы проповедуем просто тематически, то получается, что, ну, вот на слуху у собрания народа Божьего звучат темы, как бы, ну вот из разряда «избранное». Основные, ключевые, может быть, наиболее важные, может быть, наиболее приглянувшиеся сердцу проповедника. Ну, Бог нам дал вот всю полноту откровения. И вот мне кажется, такой способ проповеди, он помогает нам вот все, что Бог счел важно, и нам к этому отнестись серьезно. Читать, размышлять, искать, что Господь нам открывает в этом плане. И вот сегодня мы дошли до первого послания Коринфянам, до пятой главы. И вот вы знаете, тут мы, как говорится, попали. Попали куда? Попали туда, что непростая глава, и непростой текст, и непростая тема. Я вот, когда готовился к этой проповеди, я старался, попытался вспомнить. Вспомню ли я хоть раз, чтобы когда-нибудь из этого главы, ну, кто-то проповедовал. И я не смог вспомнить этого раза. Цитируют – да. Не знаю, там или здесь – да. А вот чтобы вот взяли и кто-то проповедовал на эту тему, я не смог вспомнить. Ну, с другой стороны, у меня память плохая, поэтому я не исключаю, что я мог и слышать. Просто я забыл. Иногда я не помню, что произошло неделю назад. В Святогорске я проповедовал сегодня и конец собрания, молитвенные нужды. Ну, Олег Константинович на учебу уехал в Москву, я как бы его замещаю. И сестры встают, деля с молитвенными нуждами. Я смотрю на них в упор. Я уже не первый, не знаю, десяток лет их знаю. И имя знаю. А вот вылетел из главы, и все. Не могу вспомнить. Память такая штука. Итак, первое послание Коринфянам 5 глава, она поднимает целую вереницу важных и непростых вопросов. И мы рассмотрим с вами некоторые из них по очереди. Не все, не все. Но я надеюсь, что чтение этой главы и размышления над ней, оно спровоцирует нас на размышления о том, какой призвана быть церковь Христова. Потому что церковь это что? Это дом со стенами. Собрание верующих. Нет, церковь это собрание, когда люди, собранные Богом, собираются вместе. И вместе идут за Христом, вместе поклоняются Богу, вместе служат Ему. И поэтому, когда мы задаем вопрос, какая церковь, вот ответ на этот вопрос складывается совокупно из того, какие люди в этой церкви. Как они воспринимают Бога. Насколько они Его любят. Насколько они решительно за Ним следуют. Насколько они верно в своей жизни практикуют, понимают и практикуют то, что Господь им открыл. И поэтому, вот ответ на вопрос, какова церковь, он зависит от всех нас. От того, каковы мы. И я надеюсь, мы сегодня вот об этих вопросах, над этими вопросами поразмышляем. Вот давайте прочитаем наш непростой текст, который, тем не менее, оказался достаточно важным, чтобы Бог вдохновил апостола Павла написать целую главу на эту тему. Я прочитаю ее. Она не сильно длинная. Всего 13 стихов. 5 глава с 1 стиха. Есть верный слух, говорит апостол Павел, что у вас появилось блудодеяние. И при том такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились. Вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашим во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой у Господа нашего Иисуса Христа, придать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не с закваской порока и лукавства, но со пресноками чистоты и истины. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с теми, кто, называясь братом, остается хищником, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником. С таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Аминь. Аминь. Вот, братья и сестры, Господь сегодня нас благословил непростым отрывком. Очень интересно, я рад, что сегодня пришел вообще. Слава Богу. Слава Богу. Вот, прежде чем мы начнем на него размышлять, я хотел бы, чтобы мы могли вот некоторые общие вещи, достаточно здесь обратить внимание. Вот апостол Павел, до него, ну как говорится, он пишет, есть верный слух. Он не раскрывает вообще, откуда информация. Он не говорит, мне тут Иван Иванович на днях сказал. Нет, он оставляет источник этой информации скрытым. Но он говорит, есть верный слух. То есть, другими словами, это не слух, это, ну, проверенная информация. Человек надежно ему, вот, передал, что там в церкви такое безобразие. Некто, вот, как бы, кого-то унесло в греховное поведение, и он вот так вот живет и так вот себя ведет. Хочу обратить наше внимание, что апостол Павел, когда вот о такой ситуации пишет, и пишет на эту тему целую главу, вот я не могу найти в этой главе ни слова, которое было бы обращено к этому согрешающему человеку. Он вообще этого не касается. Его претензия не к нему. Он сделал свой выбор. Его претензия к тому. К церкви, да. Понимаете, вот это очень интересная вещь. Претензия апостола Павла к церкви. Потому что церковь себя в данной ситуации ведет как-то не так, как с точки зрения апостола Павла. Мы понимаем, что это не просто с точки зрения апостола Павла. Это Дух Святой его вдохновил. Это Господь через него говорит, да. Что церковь должна была себя повести как-то иначе. И вот отсюда мы начинаем видеть из Писания некоторые вот такие истины, серьезные истины, важные истины, которые иногда на поверхности вот может быть не так легко увидеть, но в Писании они очень явственно есть. Вот пятая глава, она красива тем, что она вот такие истины поднимает на поверхность. Первая истина, которую я хотел бы коснуться. Вот этот текст, который мы с вами прочитали, он развенчивает миф, достаточно распространенный, мне кажется, тоже в мире, в котором мы живем, что церковь может существовать в формате прихода. Ну, приход. Люди пришли, люди ушли. пришли, послушали какое-то вот такое благочестивое очень служение, как-то в сердцах своих успокоились, может быть, порадовались, может быть, там, как-то, как иногда говорят, наполнились, что-то еще произошло. Но, тем не менее, вот, разошлись, и, как бы, вот, все отношения людей, собравшихся на этом уровне, на уровне прихода. Вот, видно, что апостола Павла такой формат церковной жизни, он не воспринимает, он не устраивает. Там формат жизни все-таки несколько иной. Значит, в каких ситуациях мы вообще сталкиваемся с таким форматом? Я думаю, вы тоже сталкивались с ним иногда. Люди начинают говорить, ну, что, это вообще моя частная жизнь? Чего вы на меня все смотрите? Это мое вообще дело, как я живу. И никому не дело до того, как я живу. Вот живу так и все тут. Вот и все. Вот, и, пожалуйста, вот гуляйте стороной. Вот. Вот Павел с такой отношением невосприемлем, да? В церкви проблема. И он видит церковь, как какой-то особенный организм, в котором отношения строятся таким образом, где эти вопросы могут и должны естественным образом подниматься. И он не видит в этом ничего зазорного. Я уверен, что мы тоже не увидим в этом ничего зазорного, если просто, ну, какие-то иллюстрации для себя нарисуем, представим. Ну, вот мы говорим, церковь – это тело Христова. У каждого из нас тоже есть тело. Я помню, вам показывал результаты того, что мой Балер встретился с молотком. Вот. И он сменил свой цвет на противоположный. Вот представим себе такую простую ситуацию, да? Что у меня чернеет рука. Ну, темнеет, да? Она уже синяя. Я руке говорю. Рука. Я тебя завтра понесу к врачу, к хирургу. Ну, ладно, к терапевту сначала. Рука мне говорит. Ты чего лезешь в мою частную жизнь? У меня все хорошо, да? Ты какое право имеешь? Отстань. Ну, мы понимаем, конечно, на примере тела нашего это звучит, конечно, и комично. Но вот церковь все-таки, вот с чем мы начали, да? Павел развеет вот эту мысль. Церковь – это не приход. Это не просто люди собрались, люди разошлись, и сверх этого их мало что связывает. Вот Павел нам рисует картинку церкви, какой она должна быть, и там дела идут намного глубже этого. Намного глубже этого. Мы видим это по отношению Павла к ситуации. Вот до Павла дошел верный слух, и он мне говорит, ну, да, жаль, конечно, но что, его частная жизнь, что мы туда полезем, пускай так живет, ладно. Нет, он вот совершенно иной расклад в него вводит это, совершенно иное отношение к этому делу. Читаем мы это вообще где-то еще священноописание? Мне кажется, читаем. Мне кажется, читаем. Хотел бы, чтобы мы обратились еще к одному, наверное, самому выразительному отрывку на эту тему. Вот, на этот отрывок я точно проповедовал. Это Матфея, 18-й глава. Кто-то из вас, наверное, помнит тоже эти слова наизусть. Можно их процитировать. От меня вы их слышали не раз. Если согрешил против тебя брат твой, то что? Здесь, в гречи, его между тобой и им одним. Ну, интересно, у меня тут написано «против тебя». По идее, в гречи его. Против тебя, а тут грех. У Виктора сразу куча вопросов. Я просто не буду смешать, я не буду потом спорить, мне интересно. Здесь на самом деле все просто. На самом деле все просто. И это было частью моей профи, даже Виктор не спросил. Я бы об этом сказал. Понимаете, когда кто-то согрешит против сестры Лены, я могу об этом знать, могу догадаться. А в принципе, могу и не знать. Но когда кто-то согрешит против меня, вот тут шансов, как говорится, ну, никаких нет. Я точно об этом знаю. Кто-то может не знать, кто-то может не догадываться, кто-то может не очень видеть. Ну и как бы, ну, в силу того, что я рядом не стоял, как сейчас иногда в прессе пишут, свечу не держал. Я не могу сказать, было там что-то, не было, что человек совершил, как совершил. А когда против меня грех появился, то я, хочешь не хочешь, крайне по-всякому. И поэтому, если вот эта рука, а вот это плечо. Если рука начинала против плеча грешить, сначала синеть, потом чернеть, эта рука может еще ни о чем не догадываться. А вот это крайнее. Ну, я условно говорю, крайнее, но в том плане, что самая естественная позиция человека, который причастен к этой ситуации, ну, в силу естественных причин, да, не зависящих от него, и который может как-то подействовать в этом плане, это вот тот, который был рядом. И мне кажется, здесь только вот этот смысл. Если согрешил против тебя обратно. Если ты оказался крайним. Если там где-то, как-то, по слухам, ну, тут вот сразу много нюансов возникает. Это когда против тебя никаких нюансов. Все в открытую, и ты самый крайний человек, который в этой ситуации, с точки зрения Господа, имеешь ответственность к некоторым. И вот ответственность это какая? Если согрешит против тебя брат твой, промолчи, не обличай. Ну, и опять же, здесь где-то это здесь вот лучше сразу вот на второй пункт посмотреть, какова цель этого действия. Цель этого действия это способствовать восстановлению человека. Пойди, обличи, ну, или поговори. Если он тебя послушает, то что? Ты приобрел брата твоего. Вот цель вот этого действия не промолчать, не сказать, ну, это его частная жизнь. Как бы, ну, и чего. Вот. Если это необходимо, там где-то возможно, там где-то необходимо каким-то образом поспособствовать к восстановлению. На самом деле, друзья мои, это вот то же самое, что с рукой. посинело, почернело. Ну, это и частная жизнь. Пускай. Любите вы свою руку? Да? При таком раскладе? При таком не. При таком не. Если вы любите, вы скажете, как хочешь, а я тебе завтра к врачу. Хоть ты прыгай, хоть ты что. Вот то, о чем Христос говорит здесь, это, ну, это любовь, явленная на практике. Это любовь, явленная на практике. И мы поймем это только в одном случае. Если мы поймем, насколько страшно такое понятие, как грех. Надо понять. Грех – это такая вещь, которая на самом деле очень многое разрушает. Не просто разрушает отношения с Богом. Не просто разрушает отношения с людьми. Она и в личности человека, внутри человека, да. Она разрушает многое. Иногда я встречаюсь с этим в революционном нашем служении, ребята, которые программу проходят, и где-то кто-то из них думает, что здесь я позволю себе слукавить. С одной стороны немного, с другой стороны, ну и чего, подумаешь. Где-то это по привычке, на автомате. Но вот мы иногда думаем, что я позволяю лукавство, а внутри ничего не начинает кривиться, ломаться, дискомфорту какому-то приводить. Оно-то и приводит. Мы потом говорим, вот там депрессия какая-то, вот какие-то страхи беспочвенные, вот еще что-то. И мы не понимаем, откуда все это растет. Очень часто это растет из тех вещей. Я позволяю греху в своей жизни, то, что Бог наладил, а Бог-то создал все как? Бог создал все идеально. Шестереночка за шестереночку, все смазано. Понимаете, все работает как должно быть. В идеале. У Адама все работало так. Внутри, в сердце, в душе, в эмоциональном мире, в духовном мире. Когда грех начал входить в мир, человек начал вот эти вот кривизны принимать. Здесь я слукавил, здесь я что-то подумал, здесь я что-то себе допустил. Ведь это начинает внутри клинить шестеренки, там где-то скрипеть, жужжать, ломать. Потом человек думает, почему я живу на фоне каком-то, понимаете, шквала? Почему голова пустая? Почему так плохо? Очень много этих последствий оттуда. Очень много последствий оттуда. И грех на самом деле он разрушает. Вот это еще что важно понять. И точно так же, как в примере с телом. Если наша рука начинает функционировать не так. Не надо нам объяснять, что нам надо делать. Мы начнем переживать, мы начнем заботиться. Вот. Мы понесем ее к врачу, мы покажем. Врач скажет, слушай, здесь вот без того, чтобы порезать и покопаться внутри, не обойтись. И нам страшно, по самое я не могу. Но мы понимаем, а быть хуже может быть. Мы говорим, доктор, да, давайте. Я буду терпеть, я буду скрипеть зубами. Вот. Вы мне, пожалуйста, обезболивающий кое-калите, но как иначе, да. По сути дела, то, что Христос здесь говорит, он говорит вот об этой вещи. Бог не терпит греха. И церковь Христова, она тоже должна вот примерно, ну, так вот воспринимать. Грех это то, что разрушает. Если это разрушает меня, я должен с этим разбираться. Если это разрушает моего брата, и я к этому оказался причастен, и я оказался вот тем крайним, который, как бы, видел, слышал, понимал, в курсе, да. И у меня ответственность, может быть, помочь ему. Иногда в этом нет необходимости. Иногда в этом нет необходимости. Я приведу пример один. Однажды одна согрешившая душа пришла ко мне, как пастору церкви. И открыла какое-то свое прегрешение с переживанием, со слезами. И сказала так и так, я, ну, любое церковное наказание, какое надо, я готов или готова понести. Вот, и я говорю, ну, наказание не нужно никакое церковное. Почему? Потому что мы только что прочитали, если согрешил брат, вот грех его цепанул, да, и ты приходишь. Человек, видимо, сам это еще не осознал. И начинаешь говорить, начинаешь как-то заводить беседу, и эта беседа имеет свое действие. Человек говорит точно, ну что же я. И раскаивается. Все. Этим проблема решена. Ты уже приобрел правду своего. Ничего сверх этого не нужно. Тем более, когда душа сама уже на это вышла. Ну, конечно, мы понимаем, не всегда так бывает. Не всегда так бывает. Помните Давида? Человек Божий. То есть такой был замечательный, светлый, но тем не менее. В какой-то момент мы читаем, он не пободрствовал. На эту тему тоже можно целую пропасть сказать. Что привело к тому, что он все грешил. Там предыдущая глава, она в принципе там. Дает достаточно указаний на то, как вообще это случается. Не бодрствую. Не бодрствую. Когда выпускаешь себе. Праздность. Попускаешь себе, да. У него там была праздность. Все пошли на войну, а он. А я себе отпуск устрою. Вот. Он тут отсыпается. Вечером проснувшись. Понимаете? Он ее сделал. Продрыгать это провалялся. Праздность. Посреди действия Божьего. Да. И там уже, когда пришло искушение, он оказался не готов. Он оказался слаб. Но Христос жертву, что говорил службщикам? Бодрствуйте и молитесь. Зачем? Чтобы не впасть в искушение. Чтобы не впасть в искушение. Да. И вот Давид впал в это искушение, если мы вспомним эту историю. И вы помните, у него уже ребенок рождается. А он все еще в проблеме. По-моему. Но все равно, много времени прошло. Достаточно много времени прошло. И пока Господь, ну вот, по сути дела, вот, он послал к нему Нафана, который сыграл роль вот этого ближнего. Который, ну, опять же, Нафана-то, может, и не видел сам. Но ему Бог открыл. Но он сделал, в принципе, вот то, о чем мы читаем. Ну, он сделал это своеобразно, поскольку это был царь. Вот я вот думаю, пройдут года. Давид восстановился. Все вот эти печальные переживания, которые у него были, что там из сопла сила его, голос его уже не звучит. Вот. Как он вспоминает Нафана после того, как это произошло? С благодарностью, я думаю. С великой благодарностью. С великой благодарностью. Поэтому надо понимать, что то, что описывается в пятой главе, то, что описывается здесь у Матфея, это труд любви. Это труд небезразличия. Когда безразличие, тогда да. Гниешь, ну и гнаись рука моя. Ладно, чего, пускай. У меня вторая есть. Вот в церкви Бог такого не допускает. Если согрешил против тебя брат твой, ты оказался крайним. Ну, как ни крути, но, может быть, хотелось бы, чтобы крайним оказался кто. Вот. Ну, так получилось, ты оказался крайним. И если есть необходимость, то это ответственность на тебе. Иногда ее нету. Иногда душа уже оскайшается. Иногда там уже смотришь, и щелок, и говорит, все на подходе. Ты видишь, человек уже локти себе выгрызает. Ну, что, надо подходить в чем-то обличать? Конечно, не надо. Плечо надо поставить. Сказать, давай, держись. Чем могу помочь? Давай за тебя пост возьму. Вот. И ничего не надо. А там, где... Речь идет именно о том, когда человек на какую-то греховную стезю соскочил, и там застрял. Вот как Давид застрял. Он застрял там. Месяц идет, второй идет. Там же, понимаешь, уже как бы то, что велеменность произошла, стало известно. Там уже муж этот, Урия, Хитиянин, да, уже пришел, там ушел. Там целое, целое, ну, как бы событие. Все это происходит. Вот. А не вырос, не сдернулся. Когда человек застревает на греховных путях, тогда вот необходимо то, о чем говорится вот здесь. Это труд любви. Это то, что должно быть в церкви. Потому что церковь не приход. Потому что церковь – это тело Христово. Там есть любовь, там есть забота. И когда мы видим, когда я оказываюсь крайним в том, чтобы наблюдать положение человека, который соскочил на греховную стезю и застрял там, мы же понимаем, к чему ведет грех. Мы понимаем, что он разрушает все. И поэтому труд любви – это сказать об этом. С любовью, с заботой, удостоверившись в том, что никакой злости нет. Удостоверившись в том, что никакой ярости нет. Удостоверившись в том, что это все из самых лучших побуждений, самого лучшего желания, как оно и должно быть в Писании. Тогда вот есть это заповедь. Пойди, облечи, между тобой им одним. Пока нет необходимости никого увлекать, никто и не должен. Ты оказался крайним, так и будь крайним. Твоя ответственность – поговорить, пообщаться. Если послушает тебя, слава Богу. Если не послушает. Ну, еще кого-то в помощь, в себе. Может, ты не самый лучший объяснитель. Не самый лучший какой-то помощник. В конце концов, скажи церкви. Если не послушает церкви, то будет он тебе как язычник и мытарь. Ну, то есть, как человек для церкви внешне. Потому что, когда человек встал на греховную стезю, и он совершенно не готов с нее сходить. Я так. Я все. То он своей жизнью, своим поведением показывает, что он не внутри, а у нас вне. У нас вне. И церковь призвана это как бы вот фиксировать. Хорошо. Давайте вернемся к нашему тексту в первом пословии к Коринфянам. Пятая глава. Мы выяснили, что церковь – это не приход. Что это тело Христово. Что там есть особенное отношение среди людьми. Отношение любви. Отношение, когда нам не все равно. Не все равно в отношении не к каким-то вторичным вопросам, а к самым ключевым вопросам, о которых Писание говорит, вопросам греха. Бог нетерпим ко греху. Церковь должна быть в определенном смысле нетерпима ко греху тоже. Очень терпима грешнику. Очень любит грешника, но нетерпима ко греху. И церковь призванного по словам вот этого текста практиковать то, что называется иногда в господинских книгах церковной дисциплиной. Есть еще и вторая истина, которую мы здесь видим. Этот текст учит нас правильному отношению к благодати. Ну, что такое благодать? Незаслуженная милость. Ибо благодатью спасены через веру все не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не похвалился. Мы спасаемся не по делам нашим, не потому, что мы заслужили, не потому, что мы заработали, но по благодати. Но вот вы знаете, отношение к благодати тоже может быть неправильным. И удивительно, но факт, церковь столкнулась с этим неправильным пониманием очень рано. И мы видим апостола Павла, который вновь и вновь и вновь открывает уста свои для того, чтобы противостать вот этому неправильному пониманию того, что такое благодать. Значит, о чем идет речь, чтобы нам понимать? Ну, мы понимаем, Евангелие Христово возвещает о чем? Оно возвещает о том, что наши грехи могут быть прощены. Маленькие грехи, да? А большие тоже могут быть прощены? Тоже. Тоже. А если много грехов? Ну, тут уже нам подалось. Шутка, конечно, может. Если искреннее покаяние, конечно, Бог прощает. Много людей можно. И даже очень много грехов тоже Бог прощает. Тоже Бог прощает. И вы понимаете, вот еще вот в те времена люди начали воспринимать вот эту истину божественную превратно. Они начали говорить, ну вот если я сейчас согрешу. Ну, предположим, ну, абстрактно, да? Вот я сейчас пойду и согрешу. И тут же покаюсь. Бог же меня простит? Ну, они так рассуждают. Ну, простит. А если я пойду, вот, впущусь во все тяжкие и тут же покаюсь. Бог много мне простит? И прославится. Ведь это же как здорово-то. Божье имя, смотрите, как прославится. Что Божья благодать, она и вот такие грехи покрывает, да? И вот, ну, были такие мысли и течения, да, вот, даже в ранней церкви, в те времена, что, как бы, благодать Божья, возможность прощения, это чуть ли не, ну, лицензия на возможность грешить. В сегодняшнем мире иногда вокруг, среди неверующих людей, мы это слышим, которые говорят, ну, чего вам, верующим? Ну, вы тут погрешили, покаялись, снова греши, направо-налево, снова кайся, да? Чего тут сложного, да? Вот, понимание благодати именно такое. Правильно оно или нет? Конечно же нет. Конечно же нет. Тут мы можем вспомнить сразу послание кремлянам, 6 глава, когда апостол Павел пишет, в предыдущей главе он много пишет о жертвах Христовой, о том, что один человеком пошел грех в мир и одним человеком, Христом Иисусом, как бы пришла благодать, которая достаточно, которая огромная, которая безграничная. А потом в 6 главе, в 1-2 стихе он говорит, что же скажем? Оставаться ли нам по грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Это не отсюда, но в некоторых местах он, ну, повторяя ту же мысль, говорит, как некоторые учат, что мы так говорим. Да. Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И вот коринфяне, конечно, они молодцы. Вот, я не знаю, как они умудрились все болячки подобрать, которые только можно было. Но вот здесь вот эта вот проблема тоже их терзала. Вот мы видим это во 2-м стихе в слове «возгордились». У вас появилось вот такое вот деяние, которое не слышно даже у окружающих язычников. А вы возгордились. И вот такая вот сначала, и сначала очень непонятная фраза. Ну, как можно таким возгордиться? Ну, откуда вообще? С какой стороны? Единственный ответ это вот это просто. Что мы возгордились. Ох, как благодать среди нас действует. Вот такой человек живет, понимаете ли, вот. И направо, и налево. А благодать все покрывает. Вот. Мы можем гордиться, что такое в нашей среде есть. Сколько благодать на нас заливается, да? Вот пели же 7-7 гимн «Благословение потоки». Вот оно наше благословение. Он говорит, вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Такое благословение. Правильное отношение к благодати, да? Да, благодать прощает грехи. И малые, и большие, и много. Но какие грехи, в которых мы раскаиваемся, и которые мы оставляем. Не те, в которых мы живем. Те грехи, в которых мы живем, они не прощаются. Они не прощаются. Именно поэтому Писание нам говорит, не обманывайтесь. Блудники, там, нечестивцы, та-та-та-та-та-та, царство Божьего не наследуют. Потому что когда человек остается во грехе, ну, вот это так и надо понимать. И во грехе это, ну, никаким образом не прощено. Ты оставь этот грех, ты с Божьей помощью, да? Остранись от него, раскайся в нем. Тогда, тогда будет оно прощено. И вот, была такая проблема. Вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, он учит правильному отношению к благодати. У Каримфа с этим была проблема. Апостол Павел пишет об этом. Ну, и последняя вещь мы коснемся. Здесь, конечно, в голове много интересных и глубоких, и хороших вещей. Мы, наверное, пропустим вопрос, вот, собственно, с отлучением. Вот эти странные слова. Предать сатане, воизмождение плоти. Они странные, но они сложные. Но они, в принципе, хорошие и понятные тоже. Мы их когда-нибудь еще коснемся. Здесь мы коснемся следующей истины. Следующей истины. Здесь в нашем тексте еще вот мы можем видеть, и Господь нам открывает, вот, когда Он заповедует вот это в данном случае, чтобы церковь практиковала духовную, ну, церковную дисциплину, да. Мы поговорили уже о том, что церковь – это не приход. Там особенные отношения. Там отношения любви, отношения заботы, которые подразумевают намного больше, нежели просто вот как бы собраться, посидеть, послушать и разойтись. Вот. Церковь в глазах апостола Павла такая. Павел, среди всего прочего, говорит о той опасности, которую церковь избегает вот такими действиями. Это шестой стих. И далее. Он говорит, нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто, возвращаясь к нашей руке, которая посинела? Ну, в принципе, мы могли бы согласиться, что одной рукой меньше, одной больше – велика разница. Но если мы не понесем ее к хирургу… Гангарин. Да, то посинеет и плечо. И вот все, что есть, все может посинеть. Вот тот образ, который здесь рисуется, образ закваски, в принципе, то же самое. В закваске много не надо. Раз, а закисло все. И что интересно, если провести эксперимент, если взять, я не знаю, цистерну, там, тесто, да, или там, я не знаю, бассейн большой какой-нибудь в Москве, налить этим тестом, да, вот так, 500 метров туда, 500 туда, понимаете. Вот оно достаточно. Раз, и оно до самого туда зайдет, и это тесто все, знаете, все потолки вышибет. Вот. Ну нет, Павел, он рисует вот эту картинку, да, малая закваска, квасит все тесто. Почему это важно для церкви? Быть церковью. Для того, чтобы не повторить ошибки, которые в церковной истории происходили уже тысячами и тысячами, когда церковные сообщества каким-то образом разлагались, разваливались, превращались вот в некие формальные, как говорится, приходы, куда люди приходят, уходят, уже в итоге вне знания Бога, вне следования за Христом. Вот в такие вот непонятные сообщества всегда превращались некогда, живые, хорошие, настоящие церкви. Всегда. Они не по жизни такие были, вот, кривые, непонятные. Они стали такими. Каким образом? Папостол Павел здесь пишет, показывая, почему это важно. Почему важно? Именно для того, чтобы закваска не квасила тесто. Если человек, который вот живет во грехе, и вот, ну, а я так, ничего, да, это моя частная жизнь. Он говорит, не-не-не, по факту перед Богом ты, обретая такой образ жизни, ты вне церкви. И мы, как церковь, обязаны это зафиксировать. Иначе с нами случится то же, что и с тобой. Вот, это вот распространится, это разойдется. И церковь, какая она должна быть? Она погибнет. Вот. Много еще о чем можно говорить. Мы не будем уже сегодня продолжать. Я думаю, достаточно было сказано. Пускай Господь благословит нас, понимать, что Бог нам дал драгоценнейший дар. Дар церкви. Дар тела своего, который собран в поместных церквах, который состоит из рожденных свыше людей, и которых связывают глубочайшие отношения друг с другом, отношения любви, отношения заботы. Когда мы разделяем друг с другом тоже отношение к самым ключевым вопросам, которые Бог имеет. Отношение к греху, отношение к святости. Мы призваны быть святыми. И мы должны это вот в себе четко, очень четко ставить, лелеять. И вот та практика, которую апостол Павел здесь описывает, практика церковной дисциплины, она связана именно с этим. Пускай Господь благословит нас. Понимать это, исповедовать это. И от того, какими будет мы, как мы эти вопросы будем понимать в нашей жизни, а сколько мы будем к ним принципиально относиться, это будет влиять и на то, какова церковь, которой мы принадлежим. Аминь. Аминь. Давайте помогать. Аминь.